всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале с вами Ака Эмили и пивная тарелка и пивная бочка пивная тарелка и пивная бочка сегодня у нас с вами вот такая вот рыбка которую совершенно кстати не видно сушеная здесь у нас фисташки потом обычные орешки принглс нет это лейс вру дальше креветочки лимон и конечно же пиво пиво балтика иногда можно себе позволить это не алкоголизм это просто иногда расслабон иногда можно расслабиться в общем сегодня утром позвонила мне девочка про который я вам рассказывала помните я вам рассказывал что в поезде познакомилась девочка и мы три года с ней не общались кто не смотрел это видео так вкратце вам расскажу она значит говорит купи мне пожалуйста нарды отправь а я тебе потом денежку обратно отправлю я просто поделилась со своими подписчиками рассказала эту историю которая произошла со мной я считаю что это нормально то есть мои подписчики моя жизнь я имею право об этом рассказывать тем более я ничего не соврала сказала как есть она на самом деле и вот эта самая девушка мне позвонила и начала на меня орать что почему ты рассказываешь эту историю все там пишут что в россии на это есть я нигде не видела все меня там обсирает в комментариях я просто на минуточку я говорю стоп во первых никто не знает кто ты такая то есть я на тебя ссылку не оставлял я не показывал твою фотографию не говорила твою фамилию отчество и так далее таких как ты куча и что я рассказываю ситуацию своей жизни и я про тебя можно сказать не рассказал ничего я не понимаю таких людей которые потом звонят и что-то предъявляют я блогер это часть моей жизни меня хотели обмануть я об этом рассказываю в чем проблема короче такой знаете осадок неприятно осталось на самом деле после этой всей ситуации как вы думаете вот напишите честно я не обижаюсь я не права что историю жизни из моей жизни я рассказываю делюсь возможно советую с вами если я там показал об ее фотографию не знаю рассказал обои ее жизни я бы поняла да круче не знаю как ненормальная начала гать вот делаешь неправильно туры пуры ты меня неправильно поняла я тебе собиралась перевести деньги то есть она не сразу увидела видео а потом пиво прям супер с креветками вообще прям бомба идет в общем такая история приключилась со мной но я вам всегда говорю будьте аккуратнее потому что мошенники они вообще вокруг нас они везде рядом одна из моих подруг я не буду называть имя кто именно но прям недавно и написали в дарик что если вы хотите набрать подписчиков увеличить свою аудиторию без всяких этих гивов действительно иметь активную аудиторию то мы можем вам организовать это все дело ну за стоимость естественно за реальные деньги но что она согласилась заранее она мне отправила этот скрин и спросила айка говорит как думаешь может быть такое ну такое реально возможно потому что есть приложение где люди зарабатывают на том что они лайкают чужие фотографии подписываются на кого-то следовательно если люди за это получают кто-то значит за это платит и естественно наверное такое есть сочное пиво и что вы думаете перевела на деньги и как только она переводит деньги и перестают отвечать заходит уходит но ничего не отвечают даже можно знаете их номер моем инстаграме опубликовать вы знаете дело в том что они могут просто номер поменять самое главное самое главное узнать специфику если вам пишут и предлагают накрутить вам подписчиков за небольшую стоимость плюс еще врут что подписчики будут активные или даже написали что они специально всем директ отправляют ваш аккаунт что типа вот здесь очень классный контент взяли деньги и кинули до сих пор ничего не ответили так что будьте аккуратны не дайте себя себя обмануть я рассказываю про свою жизнь рассказываю про какие-то моменты с которыми сталкивалась я мне дают совет я даю совет просто звонить мне разъяренное что почему ты рассказала я что что-то соврала что ли не было такой ситуации было начинает вот вы все блогеры такие лишь бы какую-то тему словить типа какой-то хайп словить какой хайп о чем ты говоришь ситуация жизненная которая произошла со мной я про нее и рассказала ужас честно ужас не знакомьтесь в этом в поезде зачем оно надо с рыбкой вообще пиво хорошо идет сушеный это не совсем та которая мне нравится но тоже очень вкусная рыбка а еще вы знаете я люблю сушеные кальмары сколько сейчас время время тоже поздно мне к стоматологу надо совсем забыла мне надо было в 5 а время уже 20 минут 7 прикиньте вы говорите что мой стоматолог какой-то не ответственный я тоже знаете не особо от него отличаюсь на самом деле нужно говорить по чесноком сейчас я быстренько сниму и побегу надеюсь он еще на месте хочу сделать такой мейк на меня напала вдохновение я думаю надо какой-то яркий мейк сделать сделала я поняла что это ужас какой-то я похожа на буфетчицу пожалуйста я это это рыбка с пивом вообще обалденно вроде несколько дней подряд записывал все свои дела и вы знаете столько всего я успевала по три видео в день закидывала сейчас вот сегодня вчера ничего не записывал нифига не делала советую всем составлять блокнот составлять блокнот брать блокнот составляет себе план на день экономит время человек становится более организованным более ответственным пиво то какое нежно обалдеть просто прошлый раз я снимала пивную тарелку господи как я ужасно выгляжу эти голубые тени вообще ни о чем фусташки вообще обожаю все что соленое это все ко мне в общем после звонка этой девушки так скажем мне прям такой осадок неприятный лет когда может реально не стоило это рассказывать по идее я про нее ни слова не сказала я сказал чисто про себя ну знаете скорее всего она бы меня кинула сразу видно такой скользкий человек ничего что я с горлышком ваше здоровье чем-то даже квас напоминает это кстати безалкогольное пиво но мне нравится очень вкусно особенно балтика пробовал другие тоже балтика как-то мне больше по душе я помню мы когда в саратове жили у нас был сосед он работал в компании балтика и у него все было и рюкзак балтика и кепка балтика сейчас бы мне кажется никто не надевал бы такие кепки ну тогда тебе круто было ммм балтика даже у его жены был купальник балтика не спрашивать откуда я это все видела так другое дело дискотека 90-х они просто всегда наши соседи у нас был частный дом и они всегда загорали в огороде это реально очень удобно по идее и всегда были такие знаете как будто с отдыха как будто с египта приехали хотя у них во дворе даже как бы бассейна не было просто чисто картошку вскапывать в купальниках шлем в огород и вот тогда я видела ее купальник классный мне просто иногда хочется поехать вернуться в все места посмотреть как все там изменилось как изменились люди не знаю я бы очень хотела поехать в Саратов сейчас блин хрен откроет все только на самолете можно поехать а это пипец дорого вы не представляете как от меня воняет рыбкой пивом сухариками сейчас вот в таком состоянии пойду к стоматологу в общем мои хорошие на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца если оно вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь всех люблю пока